Какие функции у носа? Какие причины могут быть холодного носа? Что делать, если постоянно холодный нос? Смотрите видео до конца и узнаете, почему бывает холодным нос. Нос является частью лицевого скелета. Для одних это украшение лица, для других – сущее наказание. Но как бы люди не относились к своему носу, это не просто украшение человека, а еще и важный орган. Какие функции у носа? Нос состоит из нескольких костей и хрящевой ткани. Полость носа соединяется с придаточными пазухами, находящимися в костях скелета. Внутренняя поверхность носа покрыта слизистой, имеющей очень большое количество нервных окончаний и микрососудов. Слизистая носа имеет две части – дыхательную и обонятельную. Имея довольно сложное строение, нос выполняет следующие функции. Проводника воздуха в легкие. В полости носа воздух согревается и поступает в легкие уже в подогретом состоянии. Дыхание через нос является биоэнергетическим процессом организма, поддерживающим постоянство его психоэмоциональной атмосферы. В носу происходит очищение воздуха, здесь воздух увлажняется, нос определяет тембр голоса. Через нос возможно получение скрытой информации, идущей по определенным каналам от одного человека к другому. Таким образом нос является совершенно необходимым органом. В норме нос имеет такую же температуру, как и все остальное тело человека. Но в некоторых ситуациях нос становится холодным. Какие причины могут быть холодного носа? Так как нос расположен на лице, то он подвержен воздействию погодных условий и естественно холодеет при невысокой температуре окружающего воздуха. Как выступающая часть тела, он мерзнет в первую очередь, вместе с конечностями. Но это временное явление, которое быстро проходит при согревании тела. Если нос остается длительное время холодным, несмотря на жаркую погоду, то следует исключать некоторые заболевания. Первое. Сердечно-сосудистую недостаточность. При нарушении в работе сердца организм в первую очередь заботится о жизненно важных органах, а конечности и нос получает кровь в последнюю очередь. Для улучшения работы сердца, помимо медикаментов, следует принимать гранатовый сок. Он положительно скажется на сердечном выбросе и поможет носу стать теплым. Второе. Снижение артериального давления бывает симптомом сердечной недостаточности, а может быть проявлением слабости сосудистой стенки. При низком давлении нос холодеет. Горячий крепкий чай поднимет давление и согреет нос. Третье. Понижение активности щитовидной железы, гипотиреоз, сопровождается уменьшением активности метаболизма, слабостью, низким давлением. Употребление продуктов, содержащих йод, хурма, морская рыба, окажет положительное воздействие на щитовидную железу. Нос станет теплым. Четвертое. Болезнь Рейно проявляется недостаточностью кровоснабжения в конечностях и может затрагивать также нос. При этом, как ноги и руки, так и нос становятся холодными. Применение в пищу острого перца повысит тонус капилляров. Пятое. Сахарный диабет приводит к нарушению кровотока. Развивается недостаточное кровоснабжение тканей вследствие нарушения вязкости крови. Нормализация уровня глюкозы крови улучшит состояние периферических сосудов и нос перестанет мерзнуть. Для коррекции уровня сахара ешьте больше гречневой каши. Похолодание кожи носа может быть проявлением вегетососудистых нарушений, развивающихся на фоне психоэмоционального стресса. Регулировать состояние нервной системы поможет чайная ложка меда, размешанная в стакане теплого молока и выпитая этот напиток на ночь. Что делать, если постоянно холодный нос? Если ощущение, что нос замерз, не проходит, сопровождается различными другими проявлениями, говорящими о нарушении работы органов, следует обратиться к врачу. Необходимо пройти обследование и применять меры, способствующие нормализации работы всего организма и позволяющие оставаться носу всегда теплым.